Здравствуйте! Вы смотрите Зелёную передачу. Сегодня в выпуске. Выясним, на каких сортах баклажанов остановила свой выбор молодой садовод Кристина и почему ей по нраву именно эти сорта. Анатолий Аллилуев продолжит обзор новейших гибридов суперпучковых огурцов. Мы удивимся коллекции семян голосеменных культур. А прямо сейчас по многочисленным просьбам вновь рассказываем, как подготовить почвогрунт под рассаду по всем законам природного земледелия. Какая у вас почвосмесь, такой и урожай будете есть. Этой садовой премудростью со мной поделилась опытный садовод Зоя Максименко. Я попросила Зою Владимировну рассказать, по какому рецепту она готовит почвосмесь для выращивания рассады. Записывайте рецепт, если принципы природного земледелия близки и вам. Итак, нам понадобится грунт. Зоя Максименко опробовала новинку, в которую входит отсев древесного угля. А это естественная среда обитания для полезных почвенных микроорганизмов и микоризы. Мы берем 10 литров грунта и высыпаем его в нашу емкость. Для того, чтобы наш грунт был более питательным, мы добавим в него биогумус. Биогумус – это навоз дождевых червей. На 10 литров нашего грунта достаточно добавить 1 литр биогумуса. Далее для приготовления грунта мы будем использовать вспомогательные компоненты разрыхлителя. Всем уже полюбившийся кокос. Качество рассады с выращиванием кокоса говорит само за себя. Также можно использовать вермикулит. Мне очень нравится вот такой замечательный препарат. Это своего рода новинка – агроперлит. Агроперлит – это горная порода вулканического происхождения. По рецепту Зои Максименко разрыхлителей в почвосмеси может быть не один, а два. Допустим, агроперлит и кокосовый субстрат – не сухие, а предварительно замоченные. Замачивать его мы рекомендуем не просто в воде из-под крана, а добавив в воду раствор какого-то органического удобрения. Это может быть и раствор биогумуса, вытяжки, может быть и вермикофе, а можете просто сделать всеми любимый нами биококтейль. Не стоит игнорировать функцию таких компонентов, как кокосовый субстрат или агроперлит. Они выполняют наиважнейшую функцию. Они делают наш грунт влага- и воздухопроницаемым. В таком грунте корневая система будет растения развиваться очень хорошо, и ваши растения не будут болеть. Все садоводы знают, что грунт для рассады должен быть чистым и здоровым. Для обеззараживания почвосмесей ее отправляют в духовку или на мороз, проливают марганцовкой или кипятком. Ничего такого сторонники природного земледелия делать категорически не рекомендуют. Подобные меры просто убивают не только все вредное, но и все живое и полезное, что есть в земле. А вот если заселить почву полезными микроорганизмами, они мигом разделаются с вредоносной микрофлорой. Такие препараты, как М-Восток, М-Био, М-Бокасси, препарат сияния, они содержат полезные микроорганизмы. Вот эти микроорганизмы и будут заниматься обеззараживанием нашего грунта. Они будут прочесывать его вдоль и поперек, и подавлять патогенную микрофлору. Кроме того, что немаловажно, именно вот эти полезные микроорганизмы и будут готовить пищу для ваших растений. И в дальнейшем, как лучшие повара в самых элитных ресторанах, они будут кормить ваши растения, когда нужно, чем нужно и сколько нужно, доставляя им пищу в удобоваримой для растений форме. У нашего консультанта есть свой излюбленный набор М-препаратов. В почвосмесь она добавляет препарат Бакаши на 10 литров грунта половину пакета, не забывая тщательно перемешивать. Остальные препараты вносятся в жидком виде. Не забывайте, что от уровня влажности грунта тоже зависит немало. Проверим, насколько хорошо мы увлажнили нашу смесь. Почвогрунт мы должны сжимать в комок, и он у нас должен сжиматься. Не должна вытекать грязь, но в то же время почвогрунт должен рассыпаться. Вот у этого почвогрунта влажность недостаточная, поэтому сейчас мы его будем увлажнять. Но увлажнять мы его будем не простой водой, а в нашу водичку мы добавим полезные микроорганизмы, но уже в жидком виде. На литр отстоянной, не хлорированной и теплой воды мы добавляем 30-50 мл препаратов М-Био или М-Восток. Лучше использовать опрыскиватель. Он равномерно увлажнит грунт и внесет необходимое количество полезной микрофлоры. И вновь проверяем уровень влажности. Комок земли слепается, влага не вытекает, комок легко рассыпается. Почвосмесь готова. Теперь она должна созреть. Для созревания понадобится темный мешок, в который мы уложим грунт и выпустим по возможности весь воздух. Держать этот мешок с грунтом мы будем при комнатной температуре 2-3 недели, можно и дольше. Когда почвосмесь созреет и вы откроете пакет, то почувствуете аромат весеннего леса. Это основной признак готового грунта. Наслаждайтесь запахом и отличной рассадой. Некоторые представители флоры отказываются цвести под солнечными лучами. Цветки и помеи белой раскрывают свои лепестки под лунным светом, за что и получили свое второе название – лунные цветы. Они бывают белыми или розоватыми. Всю ночь цветы находятся в раскрытом виде и очень ароматно пахнут. Но как только первые солнечные лучи касаются лепестков, они тут же закрываются. Открыт прием заказов на саженцы роз и других декоративных растений из иностранных питомников. Растения от компаний с мировым именем. Надежные, устойчивые, невероятно красивые и модные. Ждем вас в садовых центрах «Плодородие» Новоровского, 49, Комсомольском проспекте, 47 и в новом магазине на Кирово, 1Б, остановка, Теплотехнический институт. Розы серии «Северный сад» от агрофирмы «Поиск». Зимуют без укрытия, не требуют обрезки. Спрашивайте розы агрофирмы «Поиск» в магазинах вашего города. Сегодня в рубрике «Мой любимый сорт» молодой садовод Кристина. Она только начинает создавать свою коллекцию. В этом сезоне впервые решила высадить такую непростую культуру, как баклажаны. И к выбору сорта подошла очень ответственно. Кристина Попова – начинающий садовод. Девушка работает в крупном садовом магазине и постоянно общается со знающими огородниками. Каждый посетитель делится опытом и рассказывает о проверенных сортах. В этом году Кристина решила попробовать вырастить баклажаны и тщательно подобрала сорта. Одним из первых в моем списке сорт «Боровичок» отлично растет в теплицах и в пленочных укрытиях. Плоды светло-сиреневые, по форме напоминают шар, довольно крупные, доходят до 300 граммов. Мякоть совсем без горечи, очень нежная, вкусная. Отличный сорт для фарширования. Сорт «Грибное удовольствие» по отзывам садоводов набрал приличное количество очков. Во-первых, вкус и аромат лесных грибов действительно очень хорош у этого сорта. А во-вторых, плоды имеют нежную кожицу черно-фиолетового цвета. Плоды грушевидной формы и среднего размера, весом до 200 граммов. Еще обязательно попробую на своем участке сорт «Икорный». Плоды овальные, довольно крупные, вес доходит до 300 граммов. Очень нежная мякоть, поэтому отличный сорт для заготовок. А самые крупные плоды у сорта «Мечта дачника». Вес некоторых достигает 500 граммов. Мне он нравится тем, что у него очень тонкая нежная кожица и почти нет семян. Сорт «Черная масть» привлек Кристину оригинальной внешностью. Растения высотой 140-160 сантиметров, плоды по форме немного напоминают грушу. Верхняя часть с небольшим утолщением. Цвет плодов темно-фиолетовый. Баклажаны этого сорта вырастают довольно крупные, до 400 граммов. Плоды отлично себя показали при консервировании и переработке на овощную икру. Семена знаменитой компании «Гавриш» в большом ассортименте вы можете найти в садовом центре «Солнечный сад» в ТК Бажовский. Огромный выбор культур, проверенные сорта и новейшие гибриды. Садовый центр «Солнечный сад» в ТК Бажовский приглашает садоводов за товарами для начала нового сезона. Обзор гибридов суперпучковых огурцов оказался настолько обширен, что мы с нашим консультантом Анатолием Аллилуевым не смогли уложиться в один сюжет. И сегодня нам придется продолжить. Изучаем коллекцию суперпучковых гибридов и пытаемся разобраться, чем же они отличаются от огурцов предыдущих поколений. Для начала интересная информация об огурцах. Их сорта и гибриды можно различать по рубашкам. Это тип опушения, размеры бугорков и ошипованность плодов. Есть рубашки голландские, а есть русские. И вот мы, российские садоводы, издревле считаем, что для маринования лучше подходят огурцы с русской рубашкой – бугорчатые и черношипые. Из новинок к таким гибридам с истинно русской душой относится верность. Верность – суперпучковый огурец. Он пчелопыляемый, но он все же больше подходит для закрытого грунта. Формирует также 10-12 завязей в пучке. Гибрид «Верность», который имеет материнскую линию суперпучковую, но при этом русскую рубашку от классического корнишона, который называется «Парижский корнишон». То есть «Парижский корнишон» – это отцовская линия у огурца «Верность». Он черношипый, очень ароматный, очень вкусный в малосольном виде, просто видение. Стоит отметить, что гибрид «Верность» отличается дружным и ранним плодоношением. Примерно в течение 30 дней он сможет отдать вам весь урожай. Это должны оценить хозяйки, которые желают разом сделать заготовки и не растягивать процесс. А вот гибрид «Преданность», напротив, будет длительно отдавать урожай. У него как раз растянутый период отношений. Это тот огурец, который будет с самого начала и до поздней осени плодоносит. До того момента, пока у нас на улицах не похолодает уже настолько, что огурец просто замерзнет. Вы будете всегда с урожаем. Посадив один-два куста преданности, это вам продлит употребление огурца вплоть до поздней осени. Родоначальником группы суперпучковых гибридов можно считать гибрид «Сибирская гирлянда». Селекционеры, создавшие его, были и сами удивлены невероятной урожайностью. Гибрид получил название «Сибирская гирлянда» из-за того, что способен плодоносить даже в суровых условиях, образуя плети, увешанные множеством огурчиков. С одного растения можно снять столько жиры огурцов, сколько с десяти растений, например, того же самого классического родничка, который является эталоном наших огурцов. Оригинальная новинка этого сезона – гибрид «Сибирские бананы». Это раннеспелый фортенокорпический гибрид, ароматный и сладкий. И название интригующее. Название «Сибирские бананы» селекционер хотел подчеркнуть не только его форму. Она слегка изогнута, длинная, но и вкус. Все мы любим бананы. Огурец «Сибирский банан» очень вкусный, очень ароматный. Для салатов это просто находка. Для холодных участков или огородов, расположенных в низинах, крайне сложно подобрать сорта огурцов. Гибрид «Пучковое великолепие» отлично переносит похолодание. К тому же его плоды можно есть прямо с грядки. Не волнуйтесь, не уколитесь. Огурец «Пучковое великолепие» имеет мягкое кушение, которое можно дать маленькому ребенку. С удовольствием будет грызть свежий, сочный, ароматный огурец. Кстати, для холодных участков можете рассмотреть и еще один гибрид «Всем на зависть». Огурец «Всем на зависть» абсолютно неприхотлив, и коротковременное похолодание не наносит ему вреда. Он очень быстро восстанавливается, не сцедит, как некоторые другие сорта гибридов, не думает после похолодания. Ему не надо такого большого периода, чтобы восстановиться. Он сразу же идет в рост, как только температура восстановилась. И напоследок наш консультант напоминает, чтобы получить от современных гибридов огурцов урожайность и другие показатели, обещанные селекционерами, необходимо тщательно соблюдать агротехнику, хорошо удобрять растения и особое внимание уделять правильной формировке. Магазины «Семена Уральский дачник». Сорта и гибриды, созданные специально для зон рискованного земледерия. Уникальные сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям и болезням, удивляют богатыми урожаями. Спрашивайте семена и другие товары для садоводов в магазинах «Семена Уральский дачник» на Степан Разина 2 и в новом магазине Новоровского 57. Студия Камня. Готовый памятник из черного гранита от 10 тысяч рублей. Честные цены. Студиокамня.рф И чтобы не слишком менять тему, вновь предлагаю поговорить о семенах. А они, как известно, бывают очень разными. Кто-то сейчас занят посевом семян перцев или лука. Наши консультанты готовы рассказать об уникальной коллекции голосеменных растений. Для увлеченных садоводов интерес представляют абсолютно любые растения. Если хорошенько разобраться, то, например, сосны и ели имеют удивительное многообразие. Чтобы узнать интересные факты, достаточно для начала изучить коллекцию семян. С некоторыми видами связаны по-настоящему захватывающие истории. Есть растение, которое вернулось к нам из далекого прошлого. Есть несколько вот уникальных совершенно голосеменных здесь представлено. Вот, например, метасиквоя глиптостробовидная. Вот ее шишечки. Для уральской флоры вообще похожи на шишки ольхи черной. И вот семена высыпавшиеся. Дерево абсолютно уникальное, потому что до середины 20 века, ну, кажется, 20 век уже все исследовано, до середины 20 века оно было известно только палеоболтаникам. То есть по отпечаткам, в ископаемых, где-то там в отложениях. А потом в 47 году в одной из провинций Китая была обнаружена роща этих деревьев. Возвращение метасиквои стало сенсацией. И на сегодня, благодаря ученым разных стран, растение вновь охватило свой прежний ареал обитания. Его можно встретить в Северной Америке, в Европе и у нас в Крыму. Также есть интересная вещь, то есть никто не подумает, что это голо, ну, не специалист не подумает, что это голосеменное растение. Это единственное голосеменное, у которого есть листовая пластинка. То есть это гинкобелоба, он не обломан, это целый лист. И у него не шишка, у него вот семена. Сбор семян бывает трудоемким даже у менее экзотических растений. Шишки голосеменных собирают слегка недозревшими, чтобы не потерять семена. Но шишки пихты требуют особого внимания. Шишки пихты, они при созревании очень быстро рассыпаются, поэтому, как правило, их не бывает никогда в коллекции, потому что они просто нестабильны, у них нет жесткой структуры и не рассыпаются. Их очень сложно собирать, соответственно, вообще производство, выращивание пихты, пихта более дорогая. Все самое интересное о голосеменных растениях просто невозможно вместить в один сюжет. В одной из наших следующих программ мы продолжим рассказ об удивительных растениях и их семенах. Вы все еще удобряете навозом? Навоз содержит не только питательные элементы, но и патогенные элементы семена сорняков. Ситуацию спасти могут органно-минеральные удобрения на основе биогумуса. Обратите внимание на серию удобрений «Доброцвет». Садоводы применяют их на практике и получают хороший результат. Спрашивайте удобрения «Доброцвет» в магазинах города. Если тема предыдущего сюжета вам показалась интересной, это значит, что красоте на участке вы придаете большое значение. Ну и как обойтись в саду без цветов? Например, без величественных гладиолусов. Чем хороша отечественная селекция этих прекрасных цветов, расскажет Эвелина Очередная. Не только в области балета, но еще и в области селекции гладиолусов. Мы впереди всей планеты. Российских селекционеров Дыбова, Мирошниченко, Елисеева знает весь мир. Наши гладиолусы отличаются невероятно крупными цветками, высокими цветоносами, пышной гофрировкой и необычными оттенками. Иногда любители теряются, когда видят загадочные цифры на упаковке с луковицами. Наш консультант поясняет, что читать эту кодировку достаточно просто. Первая цифра обозначает у нас крупность цветков. Значит, вторая цифра обозначает цвет. Он обычно от нуля до девяти. То есть это вся палитра. Причем нужно отметить, что гладиолусы – это практически одни из немногих цветов, в которых палитра очень широка. То есть от белого до коричневого. То есть это и белые, розовые, оранжевые, желтые, коричневые, синие, фиолетовые. То есть практически вся палитра цветов собрана здесь. Поэтому вторая цифра – это у нас цвет. И заканчивается последняя цифра, либо четная, либо нечетная. Нечетная обозначает, что кайма по краю. Буквы в кодировке означают сроки цветения. С, Р – среднеранние, Р – ранние и так далее. Ну и в финале фамилия оригинатора. То есть того человека, который создал данное великолепие. Если вы смогли сориентироваться в невероятном выборе, остановились на каком-то сорте и приобрели нужные луковицы, выслушайте советы нашего консультанта по агротехнике данной культуры. В конце апреля мы достаем их из прохладного сухого места, выкладываем на подоконничек, очищаем сухие чешуйки и выкладываем на подоконничек, чтобы они набирали тепла. Набирали тепла и света и начинали двигаться в рост. Высаживаем мы гладиолусы достаточно рано, где-то примерно в первой декаде мая, ну как земля прогреется так, чтобы уже было не сильно холодно. При посадке гладиолусов нужно учитывать такую деталь. Когда мы сажаем луковичные, мы обычно ориентируемся на высоту луковицы. А в случае с гладиолусами сажаем их на глубину, равную трем диаметрам луковицы. Как видите, нет ничего сложного. Самый непростой процесс – это выбор сорта. Сорта действительно настолько замечательны, что уйти из магазина, купив всего один, практически невозможно. Хочется все и сразу. И белоснежный дивинити, и яркую желтую изюминку от легендарного селекционера Дыбова, и завораживающий черный атом от Панасюка. Величественные и статные гладиолусы – это короли наших цветников. Рекомендуем выбирать поистине королевские сорта этих замечательных цветов. Лилии, георгины, гладиолусы – отличные луковицы и корневища. Для весенних посадок ждут вас в садовом центре «Цветущая усадьба». Уникальные сорта – отменное качество посадочного материала. Не забудьте о семенах, почвогрунтах, удобрениях, препаратах для рассады. Мы ждем вас в садовом центре «Цветущая усадьба». Трескучие февральские морозы заставили челябинцев серьезно померзнуть. И не только на улице, а в собственных домах или коттеджах. Если тема грамотной организации отопления актуальна именно для вас, советуем обратить внимание на следующую информацию. Обсудим для начала финансовую сторону. Современные энергосберегающие системы отопления призваны экономить ваши средства. Затраты на обогрев дома площадью 100 квадратных метров, оснащенного такими системами, могут составить примерно 2000 рублей в месяц. Также есть возможность зонального обогрева отдельно взятых помещений, независимо друг от друга. Запатентованный нагревательный элемент из многокомпонентного сплава позволяет сократить потребление электроэнергии в 3-4 раза. Холодный воздух снизу поступает в радиатор и выходит уже нагретым через верхнюю часть обогревателя. Также тепло идет от лицевой и тыльной сторон обогревателя. Система обогревателей подключена к воздушному терморегулятору. При прогреве воздуха до нужного значения он переводит систему в спящий режим. При понижении температуры воздуха на 2-3 градуса по Цельсию запускает работу системы. Конвекторы имеют различные виды мощности и в зависимости от этого обогревают от 6 до 15 квадратных метров. Также можно подобрать под интерьер необходимый цвет и размер обогревателя. Монтаж системы можно произвести самостоятельно за один день без согласований и проектов. Производители утверждают, что систему отопления можно надолго оставлять без присмотра. Здесь отсутствует фактор утечки теплоносителя. Нет угрозы ее промерзания даже при отключении электроэнергии. Благодаря запатентованной конструкции система отопления не высушивает воздух, не выделяет продуктов горения и водяного пара, не создает помещение сквозняков и циркуляцию пыли. Данная система отопления у меня стоит второй год, вторую зиму, поэтому достаточно объективно могу ее оценить. Газ не подведен в поселке, электричества выделяется мало, многие с этим сталкиваются, поэтому сразу выбор пал именно на эту систему. В каждой комнате стоят отдельные терморегуляторы, мы здесь постоянно не проживаем, поэтому когда уезжаем, выставляем где-то на минимальную, 10 градусов, приезжаем, добавляем. Когда мы заказали систему, мы сразу договорились о монтаже, монтаж производится очень быстро, но нам устанавливала фирма. Также можно монтаж легко установить в течение дня и самому. Система очень простая. Основными заказчиками энергосберегающей системы отопления являются владельцами частных домов, коттеджей и дач. Клиенты выбирают данную систему отопления за экономичность, надежность, безопасность и доступность. Коренные жители Америки называли Энатеру королевским средством от всех болезней. Но интересна она не только тем, что широко используется в медицинских целях. Цветки Энатеры раскрываются только в темное время суток, за что она и получила народное название «Примула вечерняя». Сегодня она растет не только в Северной Америке, но и в Европе, Азии, Австралии и даже Новой Зеландии. Отопление без котлов, труб и воды. Энергосберегающая система конвектора в Коузи. Идеальное решение для отопления домов, дач и коттеджей. Простой монтаж, экономия на платежах, безопасность в использовании. Звоните 216 11 99. Технологии тепла.ру Даже зимой у многих садоводов находятся какие-то дела на участке. Кто-то занят стройкой, кто-то устанавливает теплицу. Некоторые приезжают в сад, чтобы провести работы по снегозадержанию или проведать любимые растения. И если на участке нет полноценного дома, на помощь приходят мобильные конструкции. Эти названия у современных садоводов уже на слуху. Бытовки, вахтовки, домики, времянки. Все это название одного сооружения. Вот такого аккуратного небольшого строения с дверью, крышей и окном. При производстве такого домика учитывается множество факторов. Допустим, тот, что проживать в нем люди будут и зимой, и летом. Температура в домике всегда будет комфортной, благодаря некоторым конструктивным особенностям данного строения. Здесь обязательно заложен мегафлекс, заложен пенопласт. Он выполняет роль, как вам сказать, термоса. То есть, если, допустим, на улице жарко, в комнате прохладно, то прохладу уже выпускать не будет ваша вахтовочка. Если, например, вы хотите, чтобы было тепло в домике, на улице холодно, то вы стараетесь не выпускать тепло. Отапливаются такие вахтовки либо печами, либо обогревателями. Проблема сохранения тепла решается еще на стадии производства домика-времянки. Или устанавливаются двойные двери, или к домику пристраивается небольшой тамбур. Внутренняя отделка на ваше усмотрение. Можете оставить аскетичный вариант стандартной вахтовки или бытовки. Можете оклеить стены обоями, оформить декоративными панелями, а на пол постелить мягкие ковры. Электричество в таком домике также имеется, поэтому устанавливайте телевизор и живите в свое удовольствие. Зная указанные нами конструктивные особенности бытовок и вахтовок, вам теперь будет проще определиться с выбором, какое сооружение требуется именно вам в вашем саду. Индийский бог Брахма часто изображен сидящим на розовом лотосе. Однако существует мнение, что под божеством вовсе не водяной цветок, а горный, белый или снежный лотос, названный в честь бога Брахма-Камал. Цветет он всего лишь одну ночь. Банки под ключ. Парьтесь через полчаса после установки. Экологичны и безопасны. А еще бытовки и вахтовки, в которых тепло даже зимой. Собственное производство, разумные цены. Телефон 223-15-88. Планируете заказать памятник? Только до 28 февраля. Данила Мастер делает скидку на все памятники 20% плюс портрет бесплатно. Данила Мастер – это надежный федеральный производитель памятников из гранита. Более 300 моделей. Бережное отношение к каждому заказчику. Гарантия 25 лет. Звоните 292-93. Данила Мастер.ру На этом мы с вами прощаемся. Если взглянуть на календарь, то до весны остается совсем немного. Буквально пара недель. Будем надеяться, что погода не преподнесет нам каких-то серьезных и неприятных сюрпризов. Что природа будет благосклонна. Что весна придет в срок. И мы сможем отправиться в любимый сад, чтобы воскликнуть. Наше дело – зеленое. Мы победим!